Носить или не носить защитные маски. Споры на эту тему, несмотря на продолжающийся противоэпидемический режим, то и дело возникает с новой силой. При этом одни продолжают носить маски, другие расслабились, а иные и вовсе демонстрируют протест. А между тем, одна волна пандемии сменяется другой. Появляются новые штаммы коронавируса, и когда это все закончится, предсказать пока сложно. На сегодняшний день в России статистика заболеваемости неустойчива, но общероссийские цифры в последнее время растут. Что касается нашего региона, то 17 мая зарегистрировано 73 новых случая заболевания ковидом. Мы решили оценить, как на сегодняшний день тверичане соблюдают масочный режим, введенный постановлением регионального правительства. И побывали в местах большого скопления людей – в супермаркетах, в транспорте, на оживленных улицах города. Почти сразу стало очевидно, что все-таки в массе своей граждане расслабились и поспешили избавиться от надоевших больше, чем за год масок. В магазинах и автобусах самое большое скопление людей. Соответственно, риск заражения коронавирусом, да и другими инфекциями, возрастает. Повысить личную безопасность и безопасность окружающих могут помочь средства индивидуальной защиты. Одно из самых эффективных – маска, прикрывающая дыхательные пути. Обычная защитная маска порой становится причиной долгих споров, разговоров и даже драк. А в последнее время люди и вовсе расслабились. Маски бросили под ноги и отправляются в общественные места без какой-либо защиты. Мы приехали в один из магазинов в Твери, чтобы проверить, как там обстоят дела, а самое главное, как персонал борется с антимасочниками. Супермаркет Светофор на улице Бригадной позиционирует себя как магазин низких цен. Впрочем, стоит туда войти и становится понятно, что на минимуме здесь скорее санитарная обстановка. А потому в период пандемии коронавируса это место вполне может представлять серьезную угрозу для здоровья посетителей. Надо отметить, что наша съемочная группа уже бывала в этой торговой точке несколько месяцев назад и нашла массу санитарных нарушений. Грязные полы, пыль на товаре, да и на отсутствие маски уже тогда смотрели сквозь пальцы. Руководство сети, которое находится в Ярославле, в телефонном разговоре дало понять, что не в курсе происходящего, да и не особо озабочено. Спустя почти полгода ничего не изменилось. Буквально с порога возникают вопросы по соблюдению и масочного режима самим персоналом. Почему у вас маска не на носу, как полагается? Вы же вроде бы на смене. Маска оказалась на том месте, где ей положено быть после замечаний нашей съемочной группы. Впрочем, и сами покупатели с молчаливого согласия сотрудников магазина не слишком-то заботятся о сохранности здоровья, как своего, так и окружающих. А где ваша масочка? А почему снимаете? Уже прививка сделана. А вам персонал какие-либо замечания делал? Одни покупатели пытаются хитрить. Маска вроде бы надета, но не так, как положено. Другие и вовсе ее игнорируют. О необходимости ношения маски, кстати, сообщает и магазинное радио. Но его будто никто не слышит. Ни персонал, ни покупателя. Впрочем, как и наши вопросы. А вам персонал не делал замечания по поводу отсутствия маски? Сами собой возникают вопросы и к руководству магазина. Вот эта женщина представилась директором. При этом она в зале без халата, без головного убора и без маски. С улицы пришла только что. Я иду к себе в кабинет. Что вы хотели? У нас с инспекцией мы проверяем, как соблюдают покупатели масочный режим, а главное, как реагирует персонал на отсутствие у покупателей масок. Как реагирует персонал? Кассиры заставляют одевать масочки. Ну вот мы знаете, мы сейчас прошли, допустим, у охранника маска где-то под носом. Вы извините, я вот только сейчас с выходного пришла, у меня сейчас дел в магазине целая куча. А дел в магазине действительно много. Первое, что напрашивается, это влажная уборка. Так что маска здесь преграда не только для вирусов, но и для пыли. Помимо того, что персонал сам не особо-то соблюдает меры, маска обычно где-то под носом, вместо того, чтобы быть на носу, так еще здесь грязь и пыль. Товары разного вида, напитки и крупы, и даже детские игрушки в этой торговой точке сети Световор хранятся одинаково, вне санитарных норм. Что-то здесь просыпано. Кажется, это крупа какая-то или еще что-то. Это самая отличная среда для всевозможных букашек, тараканов и прочих паразитов. Здесь мы тоже видим. Вообще не понимаю, как можно вот это вот покупать, когда здесь такое огромное количество пыли. Пыль здесь также на коробках. Здесь вообще товар хранится в какой-то антисанитарии. Здесь не просто какая-то грязь, песок или земля. Здесь уже зарождается цивилизация. Там обработка происходит в зале? А как часто? Ответа нет. Все материалы, собранные в ходе рейда в магазине Световор, мы направим в контролирующие органы, дабы там была дана правовая оценка работе торговой точки. А как должно быть, прокомментировали в Роспотребнадзоре. Обязательное ношение масок, средства защиты рук. По вирусному режиму проводится обработка дезинфицирующими веществами всех поверхностей в помещении. За это предусмотрена административная ответственность, которую несет непосредственно собственник помещения, либо кто-то арендует это помещение, кто производит там деятельность. Обычно одноразовая защитная маска стоит в Твери от 5 до 30 рублей. Штраф за ее отсутствие, то есть за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, статья 6.3, часть 2 КОАП, варьируется на индивидуальных предпринимателей от 50 до 150 тысяч, для юрлиц от 200 до 500, или при остановлении деятельности до 90 суток. По жалобе гражданина инспекторы Роспотребнадзора могут наведаться с проверкой в торговую точку. Впрочем, штраф может получить и частное лицо за отказ от маски от 10 до 30 тысяч рублей. С начала введения масочного режима полицейские составили около полутора тысяч протоколов. По статистике, именно в магазине и, пожалуй, еще в общественном транспорте граждане чаще всего отказываются надевать средства защиты. Вот какие аргументы они привели в свою защиту нашей съемочной группе. Почему без маски? А почему она в руках, а не на лице? Ну, только приехал, встал, хочет. Я с Москвой просто еду. Ну, в Москве-то точно масочный режим действует, а в Твери он тоже не отменялся. В электричке никто не одевает. Если уж попадет в микробу, помрем, а нам теперь терять нечем. Мне 83 года. Я неизвестно, чего умру. У меня даже где-то протест. Мне так надоело эта маска. Здравствуйте, а вы масочку не оденете? Врачи неоднократно говорили, что расслабляться рано, в том числе и в эфирах программ нашего телеканала, таких как «Тема дня» и «Прямой эфир». Они решительно настаивали на необходимости продолжать носить маски в общественных местах, следить за гигиеной рук. Ведь вирус COVID-19, увы, никуда не ушел. И более того, стал опаснее в результате мутаций. Сегодня проблема распространения этого заболевания встала на первое место для многих стран мира. И несмотря на набирающую темпу прививочную кампанию, по-прежнему актуальна она и для России.